Сегодня 5 мая, воскресенье, иду на автовокзал, и на ЖД вокзал, зарабетчан, сегодня выходной, хотя я уже все решил, что я уже не зарабетчанин, превращаюсь в туриста, и куда-нибудь сейчас поеду, не знаю, направления такие приоритетные, Познань, Гданск, ну или еще куда-нибудь. Билеты куплены, выбор пал на Роцлав. Были большие проблемы с карточкой. Наверное, раза с 10-15 только сработало. Лучше всегда иметь с собой наличку. В общем, сейчас время 9.10, поезд на 10.53. Билетов очень мало, потому что воскресенье. Кроме того, билет стоил, ну два билета стоило 112 злотых, где-то 770 гривен. Можно считать два билета, можно считать билет туда-обратно. В общем, поездка порядка 770 гривен одни пока билеты. Через три часа прибыли на Интерсити, на вокзал города Вротслава. В таких вот желтых тонах. Что интересно, за свои деньги практически поехали стоя три часа. Одну остановку только сидели, потому что билеты без мест. Обратно та же самая проблема, что за наличку было бы очень легче купить. Карточки считывают с трудом. Но, в конце концов, смотри. Вот она вот такая привокзальная площадь. Может, она называется и по-другому. И вот вокзал Вротслав-Головный. Все, будем перейти в центр города. Идем в сторону Одера. Погода очень холодная. Вот идет Игорь Алексеевич. Передает привет на родину жене, детям, всем. Мы в Бреслау. Идем в Водерекупация. Да, бывший город Бреслау до какого-то там 45-47 года, до конца войны. Идем в сторону, в общем, Одера. Какое-то интересное сооружение пошел. Здесь, недалеко от набережной художники. Такой сам себе Вротславский Монпарнас. И приближаюсь к какому-то очень интересному костелу. Сейчас прочитаю название. Скажу, что это за костел. Вот они начинаются уже до стопримечательности. Это музей, как я понимаю, народный. Народный музей. Площадь. Справа парк. За музеем уже река Одра. Вот такая вот скульптура. Возле музея. Но времени мы ограничены. В музей мы не пойдем. Вот он, музей народный. Уже со стороны парка. Во всей своей красе. Ну и парк, соответственно. Ну и, конечно, Руслан. Куда же без него? Вот мое лицо засветилось в славном месте в Вротславе. Вот мы и добрались до реки Одер. Там вот остров какой-то известный. Доберемся. Узнаю, напишу. Вот он, музей с тыльной стороны народный. И там дальше уже современный город Вротслав. Но мне, допустим, он неинтересен. Сейчас мы по этому мосту переберемся на остров и пойдем смотреть все эти вещи. Показываю себя в афоне. Надеюсь, что видно реку Одра здесь. В Германии Одер. Но наши предки брали все эти места с честь и с достоинством. Вот по эту сторону моста современный город. Какое-то административное здание. Чтобы перейти, пришлось нарушить правила дорожного движения. Но я сделал так. Ого! Теперь едут машины. И когда я перейду, неизвестно. Площадь перед зданием Духовной семинарии. Такой монумент вот на площади. Ну, и наша пока главная цель. Вот эти вот два шпиля. Ну, и, конечно же, строительные работы никогда не прекращаются. Наверное, в этом городе. Пока не выгнали, пытаюсь снять. Катетралия на Крестителе во Вродславе. Не будем мешать людям молиться. Вот он, Катедраль Иоанна Крестителя во Вродславе. Внутри немножко мрачновато, торжественно все. Ну, и вот такая улица, площадь Катедраль. Такая очень-очень средневековая, древняя, интересная. Вот он, Руслан, идёт по этой улице. Не зря состоял в электричке так долго, чтобы увидеть всю эту красоту. Теперь выдвигаемся к главной цели. Площадь, рынок. Одна из самых таких крупных достаточно в Европе. Говорят. Наконец-то Руслан попал туда, где ему нравится. История, религия, всё очень интересно. А не маленький город Пётр Кув, Трибунальский. Вот ещё одна площадь. Ещё один собор. Катедраль. Ну, очень-очень. Мост, где люди-маньяки, вешают замочки. Есть такая традиция, кому-то нравится. На реках. Вот он остров. Очень-очень такой насыщенный. Всякими достопримечательностями. Когда-то должны дойти до площади рынок. Как древние здания, так и современные перемеживаются здесь, в этом городе. Таковы реалии. Смотрели музейный устав. Вот такая современная площадь. Ещё ни одного гномика не попалось. Знаменитого. Вот один гномик идёт впереди. И вот гномик Руслан. Который наслаждается городом. Осталось чуть больше часа у нас на все эти прогулки. И всё. Приближаюсь к площади рынок. Первый удар нанесла мобилка. Разрядилась. Но хорошо. Умные люди придумали пауэрбанки. Мобилка на зарядке. И сейчас будет очень торжественный момент. Выход на площадь рынок. Очень и очень большая красивая площадь. Здание более ухоженное, чем во Львове. Там нас ждёт ресторан. Вот балактон людей с шарами. И вот два зарабельщанина добрались до площади рынок. Сейчас найдём какой-нибудь дорогой, самый дорогой вилетночий ресторан. И там погудим. Поём наши украинские песни там. Вареники закажут. И закончим песней Катюша. Наверное. И вот мы нашли первого гномика. Вот в таком виде. Сейчас Руслан с его мордой тоже сфотографируется. Вот. Два гномика. Не гомика, не путать, пожалуйста. Их, говорят, больше двухстах в городе. Это не надо. Ну, площадь рынок, конечно, впечатляет. Это одна часть. Сейчас перейдём на другую. Не, вот это мне нравится. Когда люди нас смотрели с достопримечательностей, можно и покушать. Красиво очень оформлено. Вазы с цветами. Моей же мне бы, наверное, понравилось. Очень плохо, что мобилка не работает. Вон тут Игорь Алексеевич снимает. Вот вторая сторона медали. Кобиш, площадь и рынок. Очень красивое здание. Похоже, знамена, конечно же. Потому что это, вероятнее всего, ратуша. И вот он, фонтан, который вызвал очень много споров. Степлянный фонтан. Современный. Современность будет, куда не денется. Можно отходить на Францию. Пирамиду степлянную. Приятный звук. Надо себя зафиксировать на этой площади. Куда же будет меняться? А мне не понравилось. Такие куртки для девчинок. Очередное видео с площади рынок. Вот он известный фонтан. Здание. Каждая, наверняка, имеет какую-то историческую ценность. Солнышко там где-то за зданиями. Современное здание. Город, скажем так, нас не разочаровал. Покушали, довольны. И скоро выдвигается полюбившийся нам местный Павлоград, который называется Петрков-Трибунальский. Есть даже немножко насаждений зеленых. Ну и вот такой вот собор. Тут люди в масках стоят. Наверное, это что-то символизирует. Вот тоже человек передает кому-то привет. Наверное, зарубичанин. Ну что, пойдем еще на вон тут лошадь поменьше. И пора собираться на вокзал. Парк туристических автобусиков. Еще одна площадь. Очень-очень старая, красивая. Цветы продаются. Какой-то митинг. Сейчас посмотрим, что они там хотят. Парк туристов. Парк туристов. Хотя я ничего пока по-польски так и не выучил. И не собираюсь. 38-ма шаховница. Нистет-то гонец не зналазу в себе местах. На 39-й шаховнице. О, шахматный турнир. Парк туристов. Специально для Дмитрия Ефименко. Сейчас обязательно покажу шахматный турнир. 42-я шаховница Популярного ��мота Видео Скочек заатаковал одновременно Веже и Трула Написано, что королевский двор есть Пойдем ближе, посмотрю Пока Горит Красный свет Можно с остановки Последний взгляд В сторону Старого города И Фисуслан скажет что-нибудь Но Впечатления очень-очень положительные По поводу Этого города Вот словом Было бы времени побольше, конечно Можно было бы тщательнее посмотреть В каждый собор Костел, церковь зайти Как бы они не называли Ну и так очень-очень неплохо Будет возможность Может еще когда-нибудь съезжу сюда Я сама Польша Не могу сказать что В большом восхищении Варшавский музей Варшавский музей В рот Фонтанчик есть Все Смотрите красиво Варшавский музей Очередь Зарабатываем 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 Бешеные деньги Вот этот же канал с другой стороны Красивое здание с башенкой Ну Вот он Руслан Город осмотрен Без всякой подготовки То что видели Большинство даже не знаем Буду досматривать Посматривать Когда Подписывать Идем к вокзалу Все Добрались Даже до вокзала Город Город Повторю Состоял Очень хорошее впечатление Но Монтировать Буду уже дома На хорошем Нормальном Программном Обеспечении А не на галимой Мобилке Ну как галимой Галимой Хорошей Но мобилке Вот Игорь Алексеевич На вокзале Как он город называть Скажи хоть Брослав А раньше Бреслав Вот Вот такой вот Вокзальчик Ну и конечно Руслан тоже ездит На поездах Иногда